Проверять безопасность газовых сетей начали в Харькове. Оборудование здесь стоит со времен начала газификации области, которая проходила в 70-х годах. С тех пор сети только поддерживают и стараются избежать утечек, ведь газовые трубы подходят к жилым домам. Поэтому надежность газопроводов это еще и вопрос безопасности. Светлана Шекера продолжит. Сегодня утром Валентина Ивановна почувствовала запах газа и тут же позвонила в аварийную службу. Меня проинструктировал оператор, который у меня принимал эту заявку. Нужно было открыть форточку, проветрить, не пользоваться приборами. В жилые дома газ подается уже с пониженным давлением. Это делают вот на таких газорегуляторных пунктах. Чтобы давление было на одном уровне и не происходило опасных перепадов, слесаря осматривают пункты каждую неделю. Мы сейчас будем перебивать сальник на запорную аромат. У нас здесь находится регулятор, который дифференцирует среднее давление на низко. Обычно плиту и газовую трубу соединяет гибкий шланг. У Валентины Ивановны от времени пересохла прокладка. Вот газ и начал выходить. Даже через маленькую течку накопится достаточное количество газа, чтобы произошел, например, взрыв или возгорание. Потому что его нужно всего лишь 5% от объема помещения до взрыва. Газопроводы проходят и под водой, и под землей. Целостность труб проверяют буквально на ощупь. Проверяю изоляцию на газопроводе. Если изменяется сигнал и показывает у меня тут, что если пробита изоляция, то показывает по-другому совсем. Еще один специалист вот с таким прибором может определить, нет ли утечки газа из трубы под землей на глубине до метра. Сейчас он делает забор воздуха. Компрессор качает, пропускает через датчик, определяет, есть ли там утечка газа. На данный момент видно. Показывает ноль, да. Газовщики признают, сети довольно сильно изношены. Практически все оборудование было установлено еще в 70-е годы. С тех пор не менялось. Частично у нас, насколько у нас хватает денег в инвестиционных программах, мы частично проводим какие-то работы по замене газопроводов, по замене регуляторов давления. Но этих денег, естественно, не хватает. Только в Харьковской области 17 тысяч километров газовых труб. Все они проходят рядом с жилыми домами. И вопрос безопасности один из главных. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. Светлана Шикер.